Так как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, указал нам с вами, какие достоинства в эти дни, достопримечательности этих дней, и также указал нам на благие деяния. Поэтому, уважаемые братья, верующий мусульманин, когда слышит от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, достоинства таких дней, таких ночей, в этот момент он должен соревноваться с другими братьями, должен спешить совершать благие деяния. Поэтому не должен быть встать вопрос то, что мы услышали и какую-то для себя информацию взяли, какую-то книжку почитали, о, машаллах, хорошие дни, благие деяния, и все. Нет, для чего Аллах, субханаллаху алейхи вассалям, для чего пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, объяснял, дабы побуждал нас с вами, меня, брат, вас, нас побуждал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, торопиться еще больше дел за благих дел. Поэтому каждый пускай спросит себя сейчас, каждый сам себя лучше знает. Когда мы слышим такие хадисы, какой тафир, какой след оставляет во мне этот хадис, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самые любимые дни перед Аллахом, первые десять дней из-за хиджа, самые любимые благие деяния, которые Аллах любит именно в эти дни, нету других дней. Теперь каждый сам себя спросит, субханаллах, как я? То есть нету других дней, дабы Аллах любил так сильно благие деяния, как эти десять дней. Поэтому каждый себя, пускай он подтолкнет на благие деяния. Скажет себе, субханаллах, если в эти дни Аллах, субханаллах, любит благие деяния, то я буду совершать благие деяния. Я совершаю намаз духа, может быть, когда ты оставлял намаз духа. Но Аллах, субханаллах, любит в эти дни намаз духа больше, чем в другие дни. и себя подталкиваешь для того, чтобы совершать намаз от духа. Аллах, субханалву ати'аля, чтение Кур'ана. Некоторые из нас, может быть, как закончился месяц Рамадан, и закрыл Кур'ан, и не брал его даже в руки. Есть такие братья. Поэтому, субханалву ати'аля, в Рамадане прочитали Кур'ан, хатмы сделали, все, до следующего Рамадана Кур'ан закрыт. Кур'ан не читает. Поэтому, субханалву ати'аля, в этот момент, когда мы слышим хадис, то, что самые любимые дни перед Аллахом, перед нашим Создателем, перед нашим Творцом, о Котором все зависит, и наше счастье, наш риск, в руках Аллаха, субханалву ати'аля. Все принадлежит Аллаху, субханалву ати'аля. Аллах любит, Аллах, субханалву, любит благие деяния. И когда перед нами стоит Кур'ан, как мы в этот момент себя поведем? Просто послушаем этот хадис, прочитаем, или возьмем Кур'ан и будем его читать. Поэтому, или каждый из нас скажет, я, иншаллах, сделаю хатм в эти 10 дней. Если в день я буду читать три джуза, полтора часа, два, максимум два часа времени займет. У кого-то час, у кого-то сорок минут на это уходит. Субханалву ати'аля. Если три джуза буду в день читать, за 10 дней я хатм сделаю, закончу Кур'ан. Субханалву ати'аля. Какая великая награда за чтение Кур'ана. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, за каждую букву Аллах, субханалву ати'аля, дает 10 наград, рассказал, пророк, салаллаху алейхи вассалям, я не говорю, что алиф, лам, мим, это одна буква. Алиф, одна буква, лам, другая буква, мим, другая буква. Ты прочитал алиф, лам, мим, с намерением ради Аллаха, субханалву ати'аля, получил 30 наград, довольствие Аллаха, субханалву ати'аля. Но в эти дни ты еще больше получаешь довольствие Аллаха, субханалву ати'аля. Почему? Потому что ты любишь читать в эти дни. Почему? Потому что Аллах, subhanahu wa ta'ala, любит это. Например, ты приходишь, когда мы были, ахамдулля, маленькими, наша мама говорила, что ты хочешь, сыночек, сегодня покушать. Кто-то говорит, я хочу такую еду, я хочу вот это. Мама, subhanahu wa ta'ala, готовит для чего? Делает для тебя то, что ты любишь. Готовит для тебя то, что ты любишь. Почему? Потому что она любит тебя, мама. И как мама тебя никто не полюбит. А когда ты делаешь то, что любит Аллах, subhanahu wa ta'ala, Аллах любит эти дни, Аллах любит благие деяния, и ты с намерением внутри заживаешься намерение. Субханаллах, какой я счастливый человек. Аллах, Субханаллах, позволил мне быть верующим. Если бы Аллах не захотел бы, я был бы неверующим. Если бы Аллах не захотел, я бы не был верующим. Аллах, Субханаллах, дал мне истикама. Аллах, Субханаллах, дал мне ризк. Аллах, Субханаллах, все мне дал, Субханаллах. Как я его могу не любить, если Аллах любит эти дни? Если Аллах любит благие деяния, как я не буду читать Куран? Как я не буду давать садака? Как я не буду проявлять благой нрав? Как я не буду дополнительные молитвы читать? Вот так вот, когда если у себя сердце оживет, вот это сердце будет живым и любящим Аллаха Субхану. А кто полюбил Аллаха Субхану, то Аллаха Субхану и Та'ала его полюбил. Также в эти дни побольше читать Кур'ан. Аллах Субхану говорит в Кур'ане Кур'ан поистине это напоминание тебе и твоему народу, и вы будете спрошены. То есть в Кур'ане упомянуты мы, верующие мусульмане упомянуты в Кур'ане, в Кур'ане упомянут пророк Мухаммад саллахсан. Какой это великий фахр, какой это великий дараджар, то что мы с вами, уважаемые братья, упомянуты как верующие в Кур'ане. Аллах Субхану и Та'ала после этого говорит, вы будете спрошены. Спрошены о чем? Читали ли вы Кур'ан или нет? Соответственно, Кур'ану жили вы или нет? Понимали вы то, что читали или нет? Если люди 20-30 лет читают, и не знают, как переводится Аллаху ссамат. Разница в чем от этого, не понимая. 20 лет он читает эти аяты. Поэтому мы будем с вами спрошены о Кур'ане. Читали ли мы его или нет? Понимали ли мы, размышляли ли мы над Кур'аном или нет? Соответственно, Кур'ану жили мы с вами или нет? Аллах Субхану говорит, вы будете спрошены. Также из благих деяний в эти дни это пост поститься. Пророк Мухаммад сказал, Пророк Мухаммад сказал, Каждое дело, которое человек совершает, он совершает ради себя, кроме поста, это ради меня, и я сам его награжу. И у пощащегося есть две награды. Награда, когда он разговляется, и награда, когда он встретится с Аллахом, и запах, который стоит во рту, постящийся, более любимый для меня, чем запах благовония, сказал Аллах. Однако, по поводу поста, то есть мы знаем, что любое благое деяние в эти дни, оно любимо Аллахом Субхану и Ва Тааля. Но и где Пророк Мухаммад Субхану конкретно сказал, поститесь эти дни, такого хадиса нет. Такого хадиса нет, но исходя из того, что пост это благое деяние, в эти дни поститься, это большое благо. Приводится от Аиши, рад Аллаху ангадис, супруга посланника Аллаха саллалху алейхи в ассалям, то, что она сказала, ма ра айтун наби, супруги посланника Аллаху алейху 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 а он был с Айшарадаллаху он не постился. Все дни, когда он был с Хафсарадаллаху постаник Аллаху саламу постился. Поэтому, если человек сможет с первого же дня до дня Арафата поститься 9 дней, то это благо. Если не сможет день через день или какие-то другие дни, благо. Если вообще не сможет, то хотя бы обязательно не пропустите для тех людей, кто не едет на хадж поститься в день Арафа. Те, кто на хадже, им запрещено в этот день поститься. А те, кто не поехал на хадж, в этот день пост пророк Мухаммад саламу сказал пост в день Арафа прощает прегрешение двух лет будущего года и прошедшего года сказал пророк Мухаммад саламу алейхи вассалам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...